всем привет вы на канале лазница меня зовут вика и сегодня у меня рубрика прически на себе имеем вот такие вот тонкие мягкие волосы не очень длинные но будем из них делать вот такую вот красоту так что сразу ставьте лайк я думаю вам понравится потому что это очень простая прическа и давайте начнем я разделяю волосы на две части и на затылке завязываю два хвостика главное резиночки лучше брать канцелярские такие как для денег потому что силиконовые можно купить некачественные не могут лопнуть поэтому тут лучше обезопаситься или просто обычные резинки взять какие у вас есть их все равно не будет видно завязывать их желательно в самом низу предварительно волосы ничем не обрабатывались просто помыла шампунью даже без маски без бальзама чтобы у нас получились упругие локоны потому что я буду накручивать волосы и так два хвостика завязала и расческой причесываю пробор чтобы его ни в коем случае не было видно далее на этом этапе лучше вытянуть прядки если вы любите такие прически с прядями улица и можно немножко добавить объем так идем дальше дальше нам понадобится плойка или утюжок если плойкой пользуетесь то лучше 25 диаметра потому что тут больше подойдут локоны помельче чем крупные я как вы видите кручу на месте утюжком пока не закончится прядь и вот такие вот кудряхи получаются я беру прядки не очень толстые чтобы хорошо прогрелись локоны и был завиток еще такой момент тут неважно в какую сторону вы крутите локоны как вам удобно просто накрутить нужно два хвостика вот у нас уже первый хвостик готов и сейчас я буду крутить второй хвостик это прическа вместе со съемкой заняла у меня 20 минут я честно говоря сама не ожидала такого результата это правда очень простая прическа главное не откладывайте ее на момент торжества потому что на видео все легко и просто когда вы будете пробовать на себе у вас могут возникнуть трудности поэтому лучше заранее потренируйтесь и попробуйте сделать прическу несколько раз чтобы вы уже были уверены в том что у вас все получится важный для вас день и все пойдет по плану все наши локоны готовы и теперь будем приступать к формированию прически нам понадобится расческа с вот такими железными зубчиками или если у вас нет подойдет просто с широкими зубчиками расческа и сейчас мы будем разбирать локоны я беру каждый локон который крутила тонкий и и взбиваю его важный момент его не нужно начесывать его нужно вот каждые пять сантиметров вы берете и подтягиваете локон вверх то есть чтобы у вас текстура локона сохранялась чтобы его было видно но он был такой пышный и взбитый потому что если вы просто начнете начесывать то у вас не получится локона у вас просто начесанная прядь некрасивая будет поэтому потренируйтесь постарайтесь это даже в принципе можно делать руками вы просто можете в тех местах где расческа и зажимаю и подтягиваю просто пальцами подтягивать то есть нам нужно по максимуму вспушить этот накрученный хвост и каждую взбитую прядь я взбрызгиваю лаком обязательно это лак у меня от шварцкоп голубенький сильной фиксацией я уже в прошлом видео с прической на себе говорила что лучше приобрести профессиональный лак даже если вы просто сами себе делайте прически так как он вам зафиксирует все с одного нажатия и долго прослужит потому что я сама раньше пользовалась обычными лаками которые можно купить в любом магазине но хочу вам сказать что профессиональные лаки они того стоят и их дольше на дольше хватает то есть вы потратите в итоге меньше так же хотелось сказать вам спасибо большое за все ваши комментарии я все читаю мне очень приятно что вы смотрите мои видео у вас получаются прически это очень вдохновляет и спасибо за то что вы есть вот такие вот пушистики получились и что же мы будем делать дальше сейчас нам понадобятся невидимки я буду крепить все невидимками чтобы было все наверняка и что я делаю беру хвостик снизу и поднимаю его наверх вот так вот прикладываю к их голове то есть просто беру в ладошку и прижимаю к голове в местах где вы держите прядь пальцами подкалывайте невидимками когда вы уже чувствуете что прядь можно отпустить вы можете ее отпускать уже смотреть зеркало подкалывать нужные пряди которые не подкололись и фиксировать параллельно лаком и за счет того что мы вот так взбивали локоны у нас осталась текстура которую видно очень интересный рисунок и у нас получился объем как вы видели волосы у меня очень тонкие они очень мягкие многих такие волосы с которыми ничего нельзя сделать нету объема и все время все как сопельки поэтому эта прическа очень круто подойдет для вас для тех у кого длинные волосы вы тоже можете делать также просто у вас будет пучок побольше и и так же делаем со вторым хвостиком беру ладошку собираюсь все волосы и опа невидимками когда закалываете лучше делать штопку то есть как иголкой вы прошиваете так и вы заводите невидимку и как бы проштопывайте волосы и Субтитры создавал DimaTorzok В конце я все взбрызгиваю жидким лаком, он у меня супер сильной фиксацией, чтобы все наверняка держалось. И что очень мне нравится в этой прическе, это вид спереди, сбоку, сзади, то есть со всех сторон видно прическу и это очень красиво. Вы можете добавить какую-нибудь заколку красивую, я сегодня буду такую шпильку добавлять. Эта прическа подойдет на любой праздник, на день рождения, корпоратив, новый год, 8 марта, да даже на выпускной, в общем на любой случай жизни. Поэтому сохраняйте, делитесь с друзьями, мне будет это очень приятно. Еще один огромный плюс это прочность прически, то есть вам ничего не мешает, волосы убраны, заколоты и все прекрасно держится. То есть вам не нужно будет переживать за прическу. Также если у вас остались вопросы, то обязательно пишите в комментариях. Если будете пробовать эту прическу, то отмечайте меня в инстаграм. Я очень люблю смотреть на ваши работы по моим видео. Ну а на сегодня у меня было все, мы скоро еще с вами увидимся. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять его, у меня очень часто выходит видео о прическах. Всем удачных причесок, если вам нравится мой канал, то не забудьте про лайк. Спасибо за просмотр, с вами была Лозница Вика, всех целую и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok